здравствуйте в данном видео рассмотрим серию из трех памятных португальских монет из серебра достоинством в 5 10 и 20 искуду отчеканенных в 1960 году монетным двором в лиссабоне и посвященных пятисотлетию со дня смерти принца генриха монеты имеют рубчатый гурт круглую форму монетное соотношение сторон буртики и ободки из полукруглых элементов на аверсах и реверсах монета достоинством в куду отчеканина из серебра 650 пробы имеет вес 7 граммов диаметр 25 миллиметров монета достоинством 10 искуда отчеканенный из серебра 680 пробы имеет вес 12 с половиной граммов и диаметр 30 миллиметров И, наконец, монета достоинством в 20 Искуду, отчеканена из серебра 800-й пробы, имеет вес в 21 грамм и диаметр 34 миллиметра. Монета достоинством в 5 Искуду выпущена тиражом в 800 тысяч штук. Монеты достоинством в 10 и 20 Искуду выпущены тиражами по 200 тысяч штук. Изображения на реверсах всех трёх монет практически одинаковы и отличаются разве что номиналом. Изображения на реверсах всех трёх монет и вовсе ничем не отличаются. На аверсе монет в центре поля изображён герб герцога Визео, одного из старейших аристократических титулов Португалии. Созданного в 1415 году королём Жуаном I для своего третьего сына Генриха или Энрике в награду за участие во взятии Сеуты, города на севере Африки. Слева, снизу вверх и справа, сверху вниз стилизованным средневековым шрифтом написаны две части девиза Генриха. Что-то типа «Талант во благо направляйте». Ниже герба указан номинал цифрами в виде десятичной дроби, разделённой вместо запятой знаком сифран или по-португальски сифрау, изначально и служившего разделителем разрядов, а впоследствии ставшим символом эскудо. Слева и справа от номинала изображены веточки пробкового дуба с двумя листьями и тремя желудями. Пробковый дуб – это вечно зелёное дерево, широко распространённое в Португалии и имеющее большое хозяйственное значение. К слову, Португалия является мировым лидером по производству пробки. Круговая легенда в верхней части Аверса – самоназвание Португальской республики на португальском языке, выполненная заглавными буквами «Република Португеза». Слова надписи разделены точкой. Как уже говорилось ранее, дизайн реверсов монет также одинаков. В центре поля изображён портрет принца Генриха, инфанта Португалии, сына короля Жуана I, организатора многих морских экспедиций. Внизу изображение справа указана фамилия автора дизайна данных монет. Круговая легенда – надпись на португальском языке, стилизованным средневековым шрифтом «Пятисотлетие смерти инфанта Дом Энрике». Слова разделены ромбами. В нижней части реверса расположен крест Ордена Христа, отделяющий начало и конец фразы друг от друга. Выше креста указан год 1960-й, являющийся годом чеканки данной серии монет и, соответственно, годом пятисотлетия со дня смерти принца Генриха. Ну, а теперь поговорим об этом самом принце Генрихе или инфанте Энрике, ну, или как его ещё называют – Генрих-мореплаватель. Он родился в 1394 году. Он был, как уже говорилось, третьим сыном короля Жуана I. В возрасте 21 года он участвовал в захвате Сеуты, основал на юге Португалии обсерваторию. Также им была основана навигационная школа, в которой преподавали лучшие картографы и математики. Генриха прозвали мореплавателем за организацию и финансирование морских экспедиций, хотя сам он в них не участвовал. Им были снаряжены экспедиции, открывшие для Португалии ряд островов, таких как Мадейра, Азорские острова, острова Зелёного мыса, а также достигли Гвинейского побережья и африканских рек Сенегала и Гамбии. Также большое внимание уделялось экспедициям по поиску пути в Индию и борьбе против бербирских пиратов. Под руководством Генриха был создан новый тип кораблей, каравелла с косыми парусами, которая могла выходить в открытый океан. Данный корабль, собственно, и дал начало эпохе великих географических открытий. Вместе с тем, военные компании Энрики не имели успеха. В 1437 году при попытке взятия Танжера войска под его командованием потерпели сокрушительное поражение. Также Энрики не оставался в стороне от политической борьбы и участвовал в интригах вокруг португальского трона. Умер принц Генрих в 1460 году в возрасте 66 лет, заложив основы колониального и морского могущества Португалии. Надеюсь, что информация, содержащаяся в данном видео, оказалась для вас интересной и полезной. Просьба писать в комментариях, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Изображение монет сделано с монет из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы португалоязычной и русскоязычной википедии, сайтов ucoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Краузе 46-й редакции. На моём канале вы также можете посмотреть видео о других португальских и не только португальских монетах. Просьба указывать в комментариях обзоры, на какие монеты вам было бы интересно увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!